Сегодня сообщили, что инфляция в марте еще больше увеличилась, составила уже 8,5%. Поставлен очередной рекорд по росту цен за последние 4 десятилетия. Инфляция проявлялась в первую очередь в росте цен на энергию, не в последнюю очередь на бензин и в росте цен на продукты питания. Вероятность более резкого увеличения учетной ставки Федеральным резервом сейчас выросла. Считали реалистичным удорожание кредита в несколько этапов по четверти процента. Это было бы достаточно ощутимым и в области кредитных карточек и возможных других займов, особенно в области займов на покупку домов. Сейчас речь может идти уже о повышении учетной ставки каждый раз на пол процента. Вдвое более быстрым. В числе других, помимо инфляции, негативных процессов, влияющих на экономику, конечно, война на Украине, а также новые вспышки заболевания вирусом в Китае. В Китае было несколько случаев изоляции вновь крупных городов и соответственного замедления или прекращения работы промышленных предприятий вследствие мер жесткой изоляции. В Америке цены в последний месяц вновь выросли практически на все продукты питания, среди которых лидировали мясные продукты, рыба и цитрусовые. Рост покупок в феврале несколько сократился, ожидают продолжения этой тенденции в марте. Есть в то же время и положительные процессы. Рынок труда сейчас все еще такой сильный, как никогда в последние десятилетия. Найти хорошую работу намного проще. Имеется также товар, цены на который снизились. Правда, видимо, только один товар. Это поддержанные автомобили. Правда, снизились их цены от невероятной планки, которую они достигли в разгар вируса. Тогда цены на них подскочили сразу на 40%. И снизились они сейчас ненамного. Сегодня утром в Ашкелоне израильские военные застрелили палестинца, который бросился на них с ножом. Инцидент произошел, когда военный патруль проверял наличие у палестинцев, работавших в порту, Ашкелона, разрешение на пребывание на израильской территории. Преступник успел нанести одному из израильских солдат легкие ранения. Сегодня стало известно, что в прошлом году Израиль продал за рубеж вооружение на 11 с лишним миллиардов долларов. Это самый высокий объем экспорта за последние 20 лет. И 7% всех военных поставок были направлены в арабские страны, которые подписали соглашение о нормализации отношений с Израилем. Ракеты и системы противовоздушной обороны составили 20% израильских продаж. Год тому назад это было всего 10% экспорта. Резко выросли продажи дронов, радаров, электронных военных приборов. Больше всего военных поставок Израиля при этом приходилось на Европу в составе в 41%, а на втором месте стоят тихоокеанские страны Азии в 34% поставок. Военный министр Бенни Ганс заявил, выступая на конференции в Вашингтоне, о необходимости расширения сотрудничества в области разведки стран региона. Если соглашение с Ираном не будет заключено, то, согласно Гансу, компенсировать отсутствие всеобъемлющих проверок его ядерной инфраструктуры нужно будет за счет мощной сети сбора разведывательной информации. Согласно Гансу, целесообразным может быть создание какого-нибудь рода разведывательного союза, целью которого будет сбор информации об Иране, прежде всего о его ядерных программах. Вопрос о таком сотрудничестве обсуждался уже на недавней встрече в Израиле министров иностранных дел, Израиля, Бахрейна, Объединенных Арабских Эмиратов, Марокко и Египта. В следующей части о том, что бензин, вероятно, станет немного дешевле, но и хуже. Оставайтесь с нами.